Сегодня на повестке дня легендарная, нашумевшая в тиктоке тушь для ресниц Maybelline Lush Sensational. Вы мне советовали ее в комментариях. Я начиталась о ней на различных сайтах, отзывах, посмотрела видео до-после, изучила, пошла, купила. Тебе тушь обновлю заодно и вам сниму видео и продемонстрирую, что же это за чудо такой продукт, который феноменально подкручивает и удлиняет ресницы. Я продемонстрирую сейчас вам непосредственно все в кадре, а вы уже будете оценивать. Нужна вам такая тушь, не нужна, подходит она вам, не подходит, поэтому погнали, давайте начинать. И я приступаю. Пока я приступаю, я хочу вам написать о том, написать, сказать вам о том, что напишите пожалуйста внизу в комментариях, какие видео вам больше всего интересно смотреть. То есть, например, обзор косметики, применение этой декоративной косметики непосредственно на себе, то есть, когда наносишь, показываешь, как это действует. Ну, то есть, в макияже, например, цельном каком-то, да, то есть, берешь несколько продуктов и делаешь какой-то мейк при помощи них. Было бы интересно посмотреть какие-нибудь лайфхаки, тогда ты напишите, короче говоря, о чем бы хотелось посмотреть. И я еще отправляюсь на пару дней в поездку. Я хочу попробовать снять вам там влог и хочу вам писать влог, короче говоря. Я думаю, что будет красиво и интересно. Итак, поехали. Силиконовая кисточка. Вот такая вот малышка, слегка изогнутая. Вот она. И пахнет среднестатистический аромат мейблиновской туши. Нейтральный, нежный, спокойный, просто аромат туши. У меня черная непосредственно, там еще какой-то был угольно-черный, или как-то так он назывался, или графит, что-то там вот чуть другое было, какой-то, какой-то блэк, немножко другой блэк. Но я решила взять просто классический черный. Демонстрирую кисточку, вот такая вот силиконовая, и показываю вам на одном глазике непосредственно. Один глазик не крашу, второй крашу, а вы сравниваете, насколько сильно изменились реснички. Удобно подкручивать вот этой кистью, не скрою, удобно. Вы ставите у основания и протягиваете, вот еще с закрытыми глазами, все очень хорошо, и протягиваете, прокручиваете, ставите и прокручиваете, ставите и прокручиваете. Кстати, во сколько слоев вы красите ваши ресницы? Я люблю в два. То есть вот первый как основа, потом он немножко подсыхает, и потом я крашу второй слой. А вы слышите что-то, да? У меня, короче, заехали соседи, которые поют песни. Это просто какой-то дурдом. Ну вы же слышите это, да? Это дурдом, это дурдом. Но у меня, короче, больше не будет времени уже снять видео, потому что у меня еще куча дел. Я вот сейчас заскочила, сейчас сниму и побегу дальше. Продемонстрирую вам тущу в действии. Очень хорошо приподнимает, вот вопросов нет. Ставите и немножко прокручиваете вверх. То есть вы фиксируете вот эту вот изогнутую часть у основания и немножко прокручиваете, приподнимаете. Видите? Они реально поднимаются и очень хорошо поднимаются. Вы же видите? Я же вам вот в реальном времени демонстрирую не то, что я там, знаете, накрасила, сняла и все. И непонятно, чем я там красила, как я там красила. Комочков нет, ничего не слипается, ничего никуда не скукоживается, никаких сложностей в нанесении нет. Одна девушка писала мне о том, что ей не понравилось от туш, который она покупала, из-за того, что туш снимается как силиконовыми такими вот чулочками. Поющие соседи это что-то с чем-то, ну просто какой-то дурдом, просто дурдом. Но это лучше, чем когда скандалят, потому что с другой стороны есть соседи, которые скандалят. Не дает мне видео нормально, блин, снимать. Капец. На самом деле многим нравится, когда туш снимается не вот этой вот грязюкой, которая вот среднестатистическая тушь, да, то есть когда ты наносишь ватный диск, стираешь это все дело, и у тебя получается остается грязюка такая. А вот нравится, когда чулочками снимается. Напишите, как вы любите. Классически, когда тушь снимается, вот ты умылся, например, умывалочка какой-нибудь, и вот как бы у тебя сначала все грязненько, а потом оба чистенько. Или, например, двухфазное средство. Ватным диском немножко сначала грязи навел, а потом раз, и чистота, и красота. Или нравится, когда снимается вот такими чулочками. Напишите, интересно, потому что я, в принципе, за классическую эту грязюку, Потому что она как-то для меня привычная Классическая мерозилка Блин, я тут как в дурдоме сижу Просто снимаю видео, рассказываю вам о туши А у меня сосед поет какую-то песню непонят Но вы уже можете видеть, вот этот глаз И вот этот глаз, тушь реально кайфовая Вопросов нет Это я так уже, подводя итог Потому что я-то ее попробовала уже раньше И вот немножко задерживаете Как бы кисточку Чуть-чуть держите И в это время реснички ваши подкручиваются И поднимаются вверх, видите как раз И до раз и поднялись Вы можете наслаивать ее, даже если любите в три Напишите в один, в два или в три И сейчас мне кто-нибудь такой комментарий оставил В десять, люблю десять слоев туши И вот вы ее нанесли Напишите мне нравится ли вам эффект до И эффект после И не забудьте поставить лайк данному видео Потому что это бесплатная благодарность блогеру за его видео Спасибо большое вам за ваш лайк Чтобы вы не жадничаете И давайте теперь второй глазик накрасим Ну разница уже очевидна То есть даже такое впечатление, что у меня здесь какая-то стрелочка нарисована То есть глаз настолько стал выразительным, глубоким и четким То есть вот до, вот после Лысый глаз и лохматый глаз Выразительный глаз, глубокий глаз И добавляем второй глазик Сначала первый слой Я на первом не всегда останавливаюсь Разве что тушь очень тяжелая Такая, знаете, прям бывает купишь Она какими-то комками, она супер жирная Она такая дискомфортная И второго раза там уже будет чрезмерно как бы много Не стоит, не надо Вот вы видите, да, первый слой И вот второй То есть она удлиняет, она подкручивает Выполняет свои обещания Тушь несет ответ за свой базар По-другому не скажешь Поэтому если вы сейчас ищите тушь, кстати, по мнению многих визажистов Maybelline туши Одни из самых лучших на рынке И многие те, кто использует Супер профессиональную косметику В своем рабочем кейсе Есть там у них пару флакончиков Maybelline Которые, тюбичков Maybelline Для создания пышных, клевых, красивых ресничек Ресничек Есть И жду пока подсохнет Первый слой Я так люблю Иногда, конечно, все получается на очень быструю руку Там раз-раз-раз, нанесла, побежала Но сейчас я стараюсь и показываю вам возможности продукта по максимуму Вы видели мои ресницы до И вы видите, что с ними происходит в процессе нанесения туши Такой тест-драйв Кстати, многие не красят нижние ресницы Потому что нижние ресницы отпечатываются навеки У меня вот здесь вот не отпечатывается У меня иногда может отпечататься немножко здесь Но вот нижние вообще нет Поэтому я нижние, то есть по настроению Когда хочу, когда не хочу, крашу, не крашу Многие не красят нижние ресницы Потому что отпечатываются Или, как многие говорят мои клиенты Я с ними как буренка выгляжу Так, я думаю, подсохли у меня или не подсохли Кстати, важное правило Никогда не делайте тушью вот так вот Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда Вы загоняете воздух И таким образом она быстрее высыхает Засунули кисточку Вот так вот покрутили Набрали продукт Вытащили И используйте уже на ресничках Иначе вот это вот действие Она у вас, короче говоря, очень быстро крякнет Поэтому лучше просто покрутили вот таким вот образом Достали продукт И нанесли на ресницы Иначе вот это вот дело Вот это все как вантузом каким-то, блин Как будто вы бутылку чистите Щеткой, ершиком Нельзя так делать, не делайте Это очень вредно для вашей туши И наносим второй слой Ставим И немножко удерживаем Чтобы поднять реснички Чтобы зафиксировать их в том положении В котором мы хотим То есть мы их задираем туда вверх Положили И вытянули Поставили У основания, у корешочков И протянули Поставили И протянули И вы видите, насколько сильно ресницы поднимаются Это прямо такое детальное видео Демонстрации вам Нашумевшей туши Которая взорвала просто весь интернет И да, она действительно работает В ней нет вот тех волосков удлиняющих Но они ей не нужны, посмотрите Она просто из ваших делает такой максимум То есть если они у вас висят вниз Они у вас приподнимутся Опять же, важно правильно наносить Потому что ноги сядут так Как-то нанесли Так корявенько И у меня ресницы забудут вниз Потерпите и подержите немножко Ну вот же, ничего сложного Поставили Прокрутили И чуть-чуть кончики подержали Подержали Я, кстати, не сторонник этого сильного А теперь давайте моргать на щёточку Вот так вот Нет Это тоже может сделать квашню, грязюку Распечатать там Распечатать Разнести продукт на кожу Куда не нужно вам Поставили и вытянули Ничего же сложного Просто немножко больше времени Зато потом эти ресницы стоячие Пушистые Будут с вами весь день Вот Вы можете видеть, насколько сильно Распахнулись глаза Они даже вверх так стремятся Немножко в ваши глаза То есть линия глаз Она, если у вас вдруг опускается Или тяжелые веки Вы приподнимите таким образом При помощи туши Вы эти реснички вверх задрали И линия ваших глаз Она уже пошла вверх Соответственно такой лифтинг эффект Получается небольшой За счет того, что ресницы не висят вниз Гружно так вот тяжело Не добавляют вам дополнительного Какого-то объема грусти Возраста и так далее Они вот такие пушистые И вверх приподнятые Кстати, пушистые ресницы Это очень-очень важный Такой антиэйдж эффект Потому что с возрастом К сожалению, у многих Ресницы выпадают Становятся жиденькими Негустыми Коротенькими И так далее А вот пушистые Лохматые Длинные такие ресницы Это как раз о молодости А юности А свежести Я надеюсь, видео было вам полезно Обязательно ставьте лайки Подписывайтесь Чтобы не пропустить новые ролики Ставьте колокольчик Пишите вниз плюсик Если вы за влог Поездка будет Пишите плюсик за влог Я бы все-таки сняла А бы вам поделилась с вами Потому что вряд ли я буду там Косметики, что-то снимать А так как я полажу Посмотрю интересные места Поделюсь с вами настроением С наступающими майскими праздниками Клевых вам красивых ресниц Lush Sensation от Maybelline Обращайте внимание Если захотите На моих глазах На моих ресницах Вы непосредственно увидели И убедились Как она работает Нравится, не нравится Пишите Все пишите Все комментируйте Обязательно Я вот стараюсь Практически каждому Отписываться и общаться Я просто обожаю С вами переписываться Все в комментариях Поэтому обязательно пишите Отличное настроение И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok